Рак в дом приходит без стука. В молодой семье Ивановцев-Стрелковых его не ждали вовсе. Александру 30, отец двоих дочек. Мужчина в самом рассвете сил. В июле заболел желудок. В 7-й городской больнице решили, что у пациента язва. Лечили сначала ее, но после биопсии выяснилось, что все куда серьезнее. Рак желудка. Четвертая стадия. Потом обратились уже в онкологию, где дали заключение, что по той биопсии уже помогать поздно. Что все уже настолько плохо. Но пока мы, как говорится, в такое не особо верим. И надеемся, что все-таки нормальное обследование покажет, что не все так, как говорят. Нормальное обследование Александр надеется пройти в Индии. Клиника Фортис готова принять молодого человека. Чтобы грамотно выстроить лечение, нужна доскональная картина состояния организма. Стоимость такой диагностики порядка полутора миллионов рублей. И есть положительные результаты лечения. Там же. В том числе и у жителей нашего региона. Друзья и близкие создали в соцсетях группу по сбору средств «Поможем Саньке». Честно сказать, никогда так, чтобы сказать, вот кому-то действительно нужна помощь, и надо мне сейчас пойти кому-то помочь, у меня такого никогда не было. Но вот когда сам в такое, как говорится, вляпаешься, начинаешь понимать, что действительно людям бывает нужна такая помощь. На сегодня собрано 600 тысяч рублей. Александр безмерно благодарен каждому, кто откликнулся на его беду. Загранпаспорта готовы. Готов Александр лететь хоть на край света, чтобы бороться за свою жизнь. Я с супругом полечу в Индию. Загранпаспорта мы уже получили. На данный момент подали на визу. Виза будет готова во вторник. Как только готова виза, мы летим сразу в Москву. И оттуда уже берем билеты и улетаем в Индию. Отметим, что в Иванове от Александра тоже не отказались. И прооперировать готовы. Но то самое седьмое чувство, которое обостряется в подобных ситуациях, подсказывает, что ехать за 3-9 земель нужно. Как минимум за надеждой. Местные медики прогнозируют, что молодому человеку осталось жить несколько месяцев. Реквизиты карты, на которую можно перевести деньги, вы видите на своих экранах на протяжении всего сюжета. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.